Здравствуйте, мы с вами административным отходом. Я главный врач больницы, Сергей Иванович. Сергей Иванович, а я губернатор, фамилия моя простая. Мороз. Мороз. Помню, прошу, он по газетам. Спасибо большое. Как чувствуете себя? Ну, слава, у вас. По мне, на возможности. Решившись на визит в терапевтическое отделение медико-санитарной части, губернатор хотел увидеть все, как проходит лечение и как себя чувствуют пациенты, в каких условиях работают врачи и всего ли хватает. Узнать не из третьих уст, а увидеть воочию. Испытать на себе средства защиты, в народе именуемые скафандрами. Как, 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 что у вас? Лекарства, питание, что? Ну, дают, не подают. Лекарства дают, питание хорошее. Все хватает, тепло. Ну, слава богу, ножки-то у меня клопают. Ну, я дохожу до туалета, нахожу и прихожу. Обратно. Это уже благодарю. Я не лежача, я не совсем без разума. Спасибо. В ковидном госпитале центральной медико-санитарной части Ульяновска получают лечение сотни заболевших. Медики делают все возможное, чтобы поставить на ноги людей, заболевших коронавирусом. Сами пациенты понимают загруженность врачей и благодарят за заботу. У меня врачи, мои матери очень, мои сестры хорошие. Убирать очень чисто. Не скажем плохого, ничего про них. Много сообщений и жалоб на первичное звено здравоохранения поступает в адрес главы региона в соцсетях. Поэтому губернатора интересовало буквально все. Он старался пообщаться с каждым. Я здесь жена после операции сердца, мозга. И я действительно только год 8 месяцев, она не скалабляет. И вот только здесь нашлись 30 дней, я бальзар на душу. Если вы лечусь уже 10-й день, что могу сказать? То, что много говорят о поликлиниках, о бородах и прочее. Могу сказать конкретно об этом лечебном отделении. Чистота, порядок, внимательные врачи, кислород постоянно без перебоя, питание хорошее. Лечение идет, конечно, по протоколу, но самое главное чудесный медицинский персонал. Персоналу трудно работать. Весь рабочий день медики вынуждены ходить в специальные экипировки. Состоит она из пижамы, перчаток, бахил, шапочки, костюма, очков, маски. Трудно не только физически, но и психологически. Усталость и опасность заразиться создают атмосферу, с которой трудно бороться. Но у них получается думать, в первую очередь, о работе. У меня получается лучше работать, чем говорить на гамеру. ИВЛ хватает, да. Мы можем в полном объеме, сейчас мы обеспечены. Полностью аппаратами ИВЛ. Уделение оснащено функциональными кроватями с электроприводом, следящими мониторами для респираторной поддержки. У нас аппараты Боброва есть. Медикам, как они говорят, некогда пить чай и разговаривать. На пределе своих возможностей они спасают человеческие жизни. По признанию врачей, для лечения COVID-19 нет никакого стандарта. И лечение до сих пор симптоматическое. Организм пациента и тщательный подбор лекарств и способов лечения – залог выздоровления.